Привет, друзья! Вы на канале Пока Без Проблем. Уже давно не было на нашем канале видео про создание сайтов. И вот я решил сделать такой короткий курс, как создать сайт примерно за час. Причем вам не понадобится знание языков программирования для этого. Также хочу сказать, что понятно, что нельзя сделать крутой, серьезный сайт за один час. Но мы постараемся сделать такой сайт, такой типа сайт-визитка, который будет рабочий, он будет в интернете, и в принципе это будет нормальный рабочий сайт. Но уже улучшения к отхитам для этого сайта можно продолжать делать, но оставшееся другое время. Суть этого видео показать, что реально быстро сделать сайт без знания программирования. Во-первых, нам нужен хостинг. Это место или сервер, где будет храниться наш сайт, файлы нашего сайта. И я предлагаю вам сделать сайт на системе Joomla. Также ее называют еще движком для сайта. Вообще это система управления контентом, управления сайтом Joomla. И для этой системы есть очень хороший хостинг, специализированный. Называется он Umla. Ссылка в описании есть к этому видео. Переходим на сайт Umla. Регистрируемся. Этот хостинг платный. Но есть 14 дней, чтобы попробовать его. Почему я советую только платные хостинги использовать? Потому что любые бесплатные хостинги всегда имеют какие-то подвохи. В чем-то все равно зарабатывает этот хостинг. Часто он выставляет на вашем сайте свою рекламу. Особенно это неудобно, если у вас сайт вашей фирмы или вы что-то продаете, рекламируете. И тут появляется чужая реклама. Зачем это вам нужно? Ну а хостинг недорогой. На год на ваш сайт один выйдет 500 гривен. Для России будет в рублях. Тут цена стоять определяется автоматически. Ну давайте начнем выбор. Сначала пробный период. Нужно будет зарегистрироваться в начале. Задаете свое имя, фамилию. И выбираем сразу пароль, ставим галочку и нажимаем продолжить. Потом вам нужно будет подтвердить ваш имя или вашу почту. Зайдя на свою почту и перейдя по ссылке в письме, которая вам придет. В результате в конце регистрации вы попадаете в кабинет на умла. Пока что у вас пробный период. И мы создаем сайт. Нажимаем создать сайт. Придумаем имя. Создам сайт, который будет рекламировать канал пока без проблем. PC.um.la Такой будет адрес этого сайта. И нажимаем галочку установить джумла. Здесь галочку дальше не ставим. Тогда сайт будет чистый и мы сможем сами его заполнять. Название сайта. Пока без проблем. Язык джумла русский. Логин администратора. Вставляем пароль и имейл. Нажимаем кнопочку создать. И сейчас движок джумла устанавливается на хостинг, который, точнее, в папку хостинга, которую нам выделили для нашего сайта. И буквально через минутку, даже меньше, сайт будет готов. И, в принципе, это уже будет рабочий сайт, в котором можно попасть через интернет с любой точки мира. Полностью рабочий сайт. Нам останется только его настроить. Отлично. Мы в системе джумла. Обратите внимание на адрес. Мы уже на нашем сайте. pc.um.la администратор. Это путь к панели управления. Надо набрать администратор после адреса сайта. Там требует от вас ввести пароль, логин и попадаем в панель управления. Это панель управления джумла, с помощью которой можно настраивать сайт. Ну, а как выглядит сам сайт? Вот мы можем нажать на предпросмотр, сюда на значок. Вот сайт. pc.um.la Видите, что название сайта есть. Тут вход. Ну, в общем, пустой шаблон. Давайте настроим. Сделаем более-менее адекватный сайт. Итак, возвращаемся к панели управления. И первое, что нам понадобится, это шаблон. Для сайта нам нужен дизайн, потому что это не очень симпатично. Просто такой белый лист. Находим в гугле. Пишем шаблоны джумла. Джумла 3 можно написать. И можем пересмотреть сайты, которые есть, с шаблонами. И подыскать такой шаблон, который нам понравится внешне. Вот смотрите, здесь прям предпросмотры, описания шаблонов идут. Ну, а вот, например, шаблон с современным дизайном. Шаблон сертона для деловых сайтов. Давайте выберем его. Скачать шаблон. Скачается файл архива. Можем открыть этот архив. Посмотреть, что входит в него. Должны быть вот так вот внутри. Набор файлов PHP и HTML. Ну вот, теперь мы заходим в панель управления. Расширение выбираем. И шаблоны. Здесь находится список шаблонов. Чтобы установить новый шаблон, заходим в менеджер расширений. Установить. Здесь есть такой. Выберите файл. Теперь находим в наших загрузках файл шаблона находим в загрузках и нажимаем загрузить и установить. Получилось? Получилось. Сновка завершена. Теперь возвращаемся к менеджеру шаблонов. И здесь вот он установился. Новый шаблон. Нажимаем сюда по умолчанию. Проверяем, как теперь выглядит наш сайт. Вид уже совсем другой. Нужно настроить шаблон. Нажимаем на название. И здесь различные параметры, которые мы можем настроить. Начнем по порядку. Сначала общие параметры. Так, фоны. Размеры. Пока не будем заполнять лого. Видите, что не очень хорошо, что здесь лого стоит в какой-то компании. Нам нужна наша лого. Можно выбрать не изображение, а текст. И написать. Пока без проблем. Давайте сохраним, посмотрим, что изменилось. Ага, просто текст. Ну, тогда нужно побольше его сделать. 24-й шрифт поставим. И жирный. И можно написать еще внизу слоган. Компьютерное обучение. Попробуем сохранить. Ну, пусть пока будет так. Дальше. Ага. Такие разные настройки, которых нужно разбираться. Но мы пока не будем этого делать. Итак, первое, что у нас есть, это шаблон, то есть дизайн. Пока непонятно, какой он. Но нам нужно добавить, нужно добавить какую-то информацию на сайт. Информация в этом сайте это материалы и категории. Материалы делятся на разные категории. Ну, перейдем сначала в категории. Есть пока одна стандартная категория. Называется она вот так вот. То есть не категоризирована. Ну, как-то так. Переходим в материалы. И здесь мы можем создавать статьи для сайтов. Или странички каждого сайта. Без, опять же, знания программирования. Нажимаем создать. Пишем заголовок. Это будет основная статья для нашего сайта, которая описывает полностью для чего он вообще нужен. И будем так. Напишем YouTube. YouTube канал. Ну, здесь скопирую просто с описания канала, чтобы не писать, не тратить время. Можно поставить какую-то картинку, кстати говоря. Нажимаем на изображение. И я добавлю изображение. Здесь есть загрузить файл. И я выбрал иконку. И я выбрал иконку. И я выбрал иконку. Канала. Нажимаю загрузить. Вот она появилась. Нажимаю вставить. Вот она вставилась. Можно здесь по-разному настраивать. Например, чтобы картинка выравнивалась по левому краю. Так. 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 Можно даже изменять размер картинок. Но если вы, конечно, владеете хотя бы навыками HTML, то вам будет попроще. Здесь можно выключить редактор. И дописать код. Но мы обойдемся пока без него. Так. Сохраняем эту страничку. Кстати говоря, вы будете создать когда статьи. Вы помните, что нужно прописывать описание. Вот здесь публикация, раздел метатеги. В метатегах нужно писать описание страницы. Что может найти человек на этой странице. И ключевые слова. Но это важно для того, чтобы потом ваш сайт в поисковых системах правильно отображался. На каждой страничке нужно писать метатеги. Вот есть у нас теперь статья. Давайте добавим еще одну статью. В которой будет одно из видео с сайта. Попробуем добавить ролик на ютубе. У вас пропал звук на компьютере. Нажмем поделиться. Поделиться. HTML код. Копируем его. Попробуем вставить его в страничку сайта. Нажимаем выключить редактор. Вставляем сюда код. И убираем. Он будет пропадать. Ладно. Ладно, забыли. Далее. Сделали заголовок. Не забываем про метатеги. Публикация. Здесь прописываем метатеги. Дальше. Здесь мы можем вставить картинку. Опять же, переходим в изображение. Выбираем файл для загрузки. Загружаем. Нажимаем вставить. Сильно большая картинка. Стараемся ее выделить мышкой. Тогда можно ее уменьшить. Так вот уменьшить. И посерединке расположить. Получается? Нет. Заходим в изображение. Выравнивание по центру. Можно тоже прописать описание изображения. Это тоже поможет в поисковой выдаче этих картинок. Так. Все вставить. Сделаем еще раз. Картинка. Выравнивание по центру. Вставить. И уменьшаем размер. А здесь внизу описание видео. И есть такая кнопочка. Здесь подробнее. У вас будет показываться на главной странице. Например, статья. И написана будет кнопочка подробнее, чтобы прочитать статью полностью. Ну, сейчас посмотрим, как это может выглядеть. Давайте пока опубликуем так. Эту статью. Есть. Все. Теперь. Смотрите. Переходим. Менеджер материалов. У нас есть две статьи. Общее описание. И одна статья. Есть такая еще штука. Здесь. Меню. И очень важный пункт. Главное меню. Есть страница. Главная страница. Home. Мы ее, кстати, переименуем. А не Home. Напишем по-русски. Главное. И тут можно выбрать, что показывать на главной странице. Можно, например, показывать материалы и блок категории. То есть в виде блога будут вводиться материалы. Вот выбрана категория. Сохраняем. Сохраняем. И теперь смотрите, как выглядит главная страница. Здесь будут вводиться статьи из данной категории. Таким вот образом. Таким вот образом. Можно поступить по-другому. Можно здесь сделать так. Мне нужно, чтобы выводились мои видео подряд. Но, а вверху было описание этой категории. Что это вообще за канал? Для чего он создан? То есть это описание должно быть отдельно. Поэтому я это делаю так. Я здесь в меню выбираю отображение. Вводный текст показать. Да, я выбираю здесь параметры категории. Описание категории. Показать. И вот эта информация, которую я разместил в отдельной статье. Давайте перейдем обратно в менеджер материалов. Вот этот YouTube-канале. Здесь я снимаю с публикации. То есть все не будет показываться. Я поставил кресик снять с публикации. Перехожу в категории. Захожу в эту категорию, в ее настройку. И то же самое вставляю здесь. И заголовок. Есть. Все сохранено. И теперь еще раз проверяем, как наш сайт выглядит. Вот так вот. Сразу идет описание категории. И начинаются идти статьи. Пропал звук и так далее. И будет список статьи. Нажимаем здесь прочитать больше. Read more. И переходим полностью на статью. Возвращаемся на главную страничку. Все же как-то еще не очень выглядит все. Все очень просто. Но обратите внимание, что сайт уже рабочий. Вот адрес сайта в интернете. Сайт рабочий. Нужно только его настраивать. Давайте посмотрим, что еще можно сделать. Мы рассмотрели с вами, что есть модули. Мы рассмотрели с вами, что есть здесь расширение. Шаблоны. Увидели, что есть материалы. Материалы категории. Также есть меню. Очень много настроек. Конечно же, нужен отдельный курс. В течение одного часа не хватит все рассказать. Поэтому я и не буду этого делать. Я лишь покажу, какие есть возможности. И по образцу вы можете, кстати, сами сообразить и сделать тоже свой сайт. Есть еще такая штука здесь, как компоненты. Ну, например, тут есть контакты. Уже стандартный компонент, который может пригодиться, если у вас какая-то фирма. Вы занимаетесь продажей. Что-то вам нужно, чтобы вы с вами связывались. Вы сделали сайт визитку себе. И так же самое здесь контакт создается, как материал. Нажимаем кнопочку создать. Можем ввести здесь телефон. Затем написать адрес, имейл. Ну, я придуманное пишу. Все придуманное. Контакт. Например, менеджер. По продаже. Сохраняем контакт. Смотрите, есть контакт. И есть тут еще такая штука расширения модулей. Это очень полезная функция, которая тоже изменяет дизайн вашего сайта. На сайте появляются различные модули. На данный момент у нас вот есть модуль «Главное меню». Вот он на сайте находится. Главное меню вверху. Форма входа на сайт. Она, кажется, тут отключена. Ну и хлебные крошки указывают путь, где мы находимся. Тоже, возможно, не подстроено под этот шаблон. Но давайте попробуем создать модуль. Есть стандартные модули. А вообще есть сотни модулей, которые можно скачать с интернета и установить, которые будут расширять возможности вашего сайта. В том числе, кстати, и компоненты. Мы говорили «Контакты». Есть очень много компонентов, даже которые позволяют сделать интернет-магазин, форум, ну и многое другое. Разные функции могут помогать выполнять. Ну, я хотел бы сделать модуль, который бы так сбоку находился. Ну и что-то показывал. Например, здесь есть модуль «Материалы». Ну, пусть последние, да, новости. Здесь нужно настроить этот модуль. Например, «Новые видео». Выбрать нужно позицию. Чтобы выбрать позицию модуля, нужно сделать небольшое исследование. Во-первых, нужно... Ага, здесь есть. Вот, в описании. В описании этого шаблона Есть вот такой файлик «Расположение модулей». Тут, конечно, не видно ничего. Но можно сделать таким вот образом. Выбрать картинки. Попробовать через интернет найти этот шаблон. Нет, ничего нет. Неудобно. Конечно, есть, скажем, разные шаблоны. Одни удобные, другие не очень. Но если сохранить эту картинку получится... Сохраним картинку, откроем. Тут тоже плохо видно. Мне кажется, тут позицию 5 и 8. Ну, давайте попробуем. Позиция. Можно, конечно, так, методом тыка повставлять и тогда проверить, где она появляется. Но это, конечно, не супер вариант. Давайте посмотрим, как работает этот модуль. Сохраним. Вот он появился вверху. Здесь новое видео. Попробуем позицию 8. Ну, нужно поискать, где находится эта позиция вот получилось тут позиция 15 и появляется видите сбоку колоночка и модуль новое видео и так можно их тут тут их будет список кстати если мы тут настроили 55 новых видео в интернете есть модули тоже например новое можете поискать от разных производителей эти модули будут выводить с картинками например с движением сразу в разных стилях будет выводиться информация также тут кстати говоря какие еще модули есть давайте сохраним закроем модули и список модулей можно вывести кстати говоря меню тоже внизу там можно вывести просто код html любой но это если вы разбираетесь в этом коде можно вывести картинку из компонента баннер и создаются баннеры из картинка меню навигатор список материалов категории даже есть форма поиска но хорошо тут нужно тоже устанавливать модули и скачивать их с интернета если мы успеем то что-нибудь скачаем дальше давайте посмотрим меню перейдем вот у нас уже создано главное меню пока что тут только одна страничка главная вот она но раз у нас фирма то нужно создать и контакт не зря мы писали контакт в компоненте контакты давайте нажмем создать выбираем тип пункта меню контакты контакт настройки здесь даже блокируемые имейлы заголовок страницы но можно здесь написать контакты контакты метод данные тоже опишите что контакты какая фирма поможет вам тоже в поиске гугла яндекса правильно отображаться но я пока сэкономлю время и не выбрал контакт на главной странице пункт меню нажимаем выбрать и вот у нас есть менеджер по продажам сохраняем и обратить внимание теперь появилась появилась ли не появилась пункт но здесь мне не появилась значит мы что-то не настроили давайте зайдем в шаблон а вот сюда привязка к меню так вот выберем все сохранить и закрыть теперь проверяем понял в чем дело тут не не в настройке шаблона меню здесь просто отображается какая выбрана такая страничка кстати надо будет переименовать потому что вот на шаблоне она так отображается название страницы а меню вообще это тоже модуль поэтому мы заходим снова в расширение модули и тут уже есть модуль мы уже видели моим меню только его нужно привязать к правильной позиции это будет позиция мы там выбирали какую-то позицию попробуем плохая позиция давайте попробуем разные позиции как она будет смотреться какой-то не очень хороший шаблон не попался неудобный ну ладно саму суть показать в обычных шаблонах есть специально модуль точнее позиция для модуля которая называется меню и она стилизована как раз под меню а ну-ка здесь на картинке нельзя найти меню ничего не видно а даже так левый левая колонка ну пусть пока будет так конечно широковатая колоночка давайте посмотрим еще раз менеджер шаблонов может быть что можно настроить кстати говоря пропустил здесь можно лого выбрать нашу картинку такс 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 нет ничего тут не настраиваться такой шаблон чем простенький хотя здесь есть под меню нам нужен специальный модуль красивый для этого меню суть такая что у вас появляется модуль меню и теперь заходя в контакты человек видит список тут бы если бы мы запомнили не только телефон а тут был бы и адрес ну и имя и так далее разные данные вашего контакта давайте пока удалим этот модуль а лучше всего скачаем быстренько из интернета модуль меню выбираем расширение напишем поиски модуль это и и м и и и и запрет воспользоваться поиском в гугле модули меню если поискать можно найти подходящее меню и установить так же самое через расширение установить данный момент сайт выглядит вот таким вот образом красиво было бы меню конечно лучше сюда туда перенести чтобы смотрелось как-то более-менее гармонично выбираем позицию у нас было кажется 15 15 вот так и пишем здесь тогда навигация но смотрите так вот такой вот уже вырисовывается если так творчески подойти и даже на готовом шаблоне можно так вырисовать что-то более-менее что-то похожее на сайт заполняемся информацию статьи и все равно придется конечно настраивать за час все так не пишешь единственное что еще хотелось бы обратить внимание на то что еще здесь есть в этой системе чтобы вы знали пользователи если у вас сайт визитка можете сюда вообще не заходить это не нужно для сайта визитки вам не нужно регистрировать пользователей это если там у вас какие-то функции есть клиенты регистрируются тогда да но для этого нужно уже расширять сайт компонент устанавливать настраивать все дальше меню мы посмотрели с вами что такое мы сначала здесь издаем пункты меню здесь меню а затем подключаем к этому меню модуль который вводится на странице сайта компоненты также мы посмотрели вы уже сами можете поразбираться какой компонент установить чтобы вам было удобнее работать он нужен для сайта визитки кстати говоря наверное никакой компонент не нужен разве что я устанавливал на такие сайты фотогалерею для того чтобы какую-то какие-то выполненные работы компании показать ну и модули мы посмотрели шаблоны есть еще плагины например что такое плагины это такие скрытые тоже под программки можно так сказать функции системы их тоже можно устанавливать дополнительные плагины например есть плагин видео player который становится на джумла кстати говоря давайте мы скачаем такой плагин очень полезный плагин youtube для джумла 3 увиделся называется переходим к скачиванию здесь скачивание и и как обычно мы устанавливаем расширение через менеджер расширение установить выбираем загрузка файл устанавливаем вот все плагин установлен и как мы его увидим мы увидим только его списке плагина больше никак кстати его нужно здесь включить тут настроить нужно ли вы настраивать что из настройки ширина и высота окна настройки видео плеера параметры аудио разрешать ли скачивать видео так как воспроизводить все его главное включили остальное все автоматически будет уточнение скидки по умолчанию настройки и теперь мы заходим материал менеджер материалов видео где у меня было последнее видео 115 как вставлять видео а вот смотрите здесь в описании плагина написано что нужно вот таким вот кодом вставлять видео значит заходим на страничку моего видео вот копируем код видео вставляем здесь и вставляем вот такой вот код youtube фигурных скобочках так и так здесь мы этот код вот такой наклонной чертой закрываем проверим сохраним давайте зайдем на сайт посмотрим что изменилось перейдем на статью не работает нашел я в чем проблема почему не работает плагин потому что вставилась вставился текст если включить 10 в код очень я копировал с сайта код поэтому ставилось очень много лишнего значит нужно это удалить потому что очень много стилиста вставилась вот смотрите какие-то коды перед после это лишнее то что спам то может быть здесь лишнее да и просто пишем ручками youtube но будьте аккуратными когда оставляете из ворда такие коды или 3 сайтов переносятся сюда лишняя информация вот теперь давайте пробуем сохранить и открываем страничку и вот все теперь работает вот видео появляется и работает прямо на сайте ну так вот это то что касается плагина да например плагины с помощью кодов вы можете встраивать определенные вещи с других сайтов к себе в статью еще есть важный момент настройка системы панель управления заходим и общие настройки здесь вы можете выбрать такие очень серьезные строки во первых вам нужно прописать мета теги обязательно сайта как минимум изменить чтобы не джумла было описание то что касается вашего сайта прописать здесь ключевые слова описание побольше сделать это так и для примера просто вставил seo это ваши адреса страничек допустим вот сейчас как главная страница выглядит как выглядит страница контакты индекс пешки контакты так они подходят выбирайте статью вот адрес статьи тут нужно написать перенаправление урок сохранить тогда все тогда у вас уже не будет в адресе лишнего индекс php будет сразу писи угла пропал звук на компьютере только нужно будет переименовать файл сделать файл . htaccess но на этом хостинге то не нужно уже все сделано ну вот разные функции тут можно в юникоде транслитерация транслитерация то есть русские буквы суффиксы добавлять включать название сайтов заголовок страницы можно у вас будет в конце здесь заголовки еще пока без проблем добавляться остальные настройки здесь кэширование не нужно настройки сервера тоже автоматически все установлены все если хотите больше подробнее узнать то покопайтесь в этом покопайтесь обучающих видео обучающих статьях на разных сайтах и все тут можно разобраться с помощью джумла чем на эта система можно сделать очень гибкий и очень такой функциональный сайт очень много настроек а если вы учите и программирование то вам будет еще проще настраивать ваш сайт и так вот смотрите принципе сейчас сайт выглядит таким образом но тут можно многое настроить установить модули шаблон можно другой подобрать которые более будет настраиваемый или удобный настроить можно выводы что будет выводиться что не выводиться какими шрифтами что-то будет выводиться все это идет с настройки как категории в настройках модулей но и добавлять конечно важно картинки конечно это вам шаблон установить такой которым бы было видно где какой модуль была схема для этого для этого может покопаться на сайтах шаблонов и найти подходящий вернемся с вами к хостингу на сайт умла обратите внимание как удобно здесь регистрируется хостинг и устанавливается сразу джумла но период пробный чтобы был у вас уже постоянный сайт то нужно оплатить и выберите ваш текущий тариф например вот для обычного сайта визитки самого дешевого тарифа будет вполне достаточно но здесь видите купон который находится под этим видео и вы получите 10 процентов скидки дополнительно и вы получите дополнительно 10 просто скидки на тот тариф который вы выбрали уже цена будет не так кусаться затем еще важный момент не всем нравится такое окончание pc ум . la вы можете изменить название вашего сайта для этого вам нужно зарегистрировать домен просто в интернете находите где любой сайт где можно зарегистрировать домен тоже домены и платные цены разные да можно вот на любой сайт от имена и ей например все для украины домены цены регистрация вот можно комьюаза зарегистрировать для компании 288 гривен на год когда вы зарегистрируете домен вам отдадут настройки этого домена уже будет он в интернете это имя и здесь ум ли вы выбираете изменить домен пишите то она там название которое вы выбрали которое вы купили будет например ком звание вашего бренда комьюа и вам дадут в вашем там где вы зарегистрировали домен вам дадут или такие вот адреса нс серверов вам дадут или такие нс адреса или а запись и вы просто здесь настройках вводите эти нс сервера в данном случае нет нет такого сайта и и тогда вы здесь уже новый домен и будет у вас уже не писи умпла хотя принципе и с таким можно жить но будет нормально писи без проблем комьюа ну или ваш бренд как вам удобно будет зарегистрировать вот друзья видите есть такие системы которые позволяют делать сайт намного быстрее и проще чем делается это в компаниях пишут люди коды программируют все можно сделать просто если у вас не такие не сильно требовательные задачи для вашего сайта можно настроить нормальный сайт визитку и нормально пользуется вот кстати один из сайтов который я когда-то делал тоже он сделал на джумле посмотрите но нормальный сайт и делался он буквально там течение дня и все что нужно чтобы прорекламировать эту компанию тут есть так что регистрируйтесь на хостинге можете попробовать пробный период покопаться в системе джумле может быть вас получится понравится и вы захотите уже свой сайт оставить в интернете ну и может быть это будет уже ваш сайт визитка причем бесплатно своими руками без проблем напомню все ссылки в описании к этому видео также я думаю о том чтобы сделать курс о создании сайтов новый новый курс о создании сайтов на джумле если вам это интересно то пишите в комментариях об этом потому что пока я не решил делать его или нет ставьте лайки тоже под этим видео если эта тема интересна и дорогие подписывайтесь на канал пока без проблем тут очень много видео о работе с которым интернетом а также есть курсы уже готовые по созданию сайтов и чтим и поищите ну все до новых встреч эфире друзья